МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Оль, ну как успехи? Карта желания работает? Пока не знаю, только приступила, но процесс увлекательный. Вот не могу найти чашку кофе, я ее распечатывала. Да не надо тебе распечатывать чашку кофе, я тебе вот принесла, уже исполнила твое желание и без карты. Вот видишь, работает, а теперь скажи, что не работает. Ты когда-нибудь пробовала сама? Ты знаешь, никогда не пробовала, но я думаю, что сегодня как раз тот самый день, когда нужно вырезать такую же карту, потому что сегодня, 8 ноября, день исполнения желаний. Вот видишь, как все удачно сложилось. Доброе утро, в эфире Канарейки. Оставайтесь с нами и будем учиться осуществлять мечты. Оль, а о чем ты мечтала в детстве? В детстве я мечтала о волшебной палочке, чтобы с другими желаниями проблем не было. Ах, вот какая ты хитрая. Я мечтала побывать в космосе. Ты знаешь, мне кажется, если бы мы знали, как правильно мечтать, то, возможно, ты бы вела сейчас трансляцию Сатурна. Ой, ты знаешь, было бы неплохо, я бы не отказалась. Но мне кажется, что гораздо лучше вести трансляцию с телеканала «Осетия». Я даже сейчас предлагаю посмотреть интересный сюжет о том, как заставить Вселенную воплощать наши мечты. Интересно. Как бы мы хотели, чтобы однажды к нам в дом постучал старик Хатабыч и исполнил все желания. К сожалению, мы живем в реальном мире, и по мановению волшебной палочки желания не исполняются. Хотя кто сказал, что волшебства не существует? Искреннее всего мечтают дети, уверена моя коллега. В школе, в которой я работаю, это школа-студия Ирины Газаевой, там есть такая детская группа. И в процессе работы, значит, слово за слово, я их спрашиваю, у кого из вас есть мечта? И было несколько человек, которые сказали, что они не мечтают, и у них они не знают, что такое мечта. Я проанализировала, те дети, которые об этом сказали, они очень закрыты, они скрытные, они очень грустные, у них взгляд грустный, поникший. Я им дала задание придумать себе мечту. Они пришли, придумали себе мечту, поделились со мной. И вы знаете, это были уже другие дети. У них стали гореть глаза, у них появилась энергия внутри. Мечтать полезно, уверяют психологи. Главное, не перестараться в достижении цели. Желания исполняются просто не всегда так, как нам хотелось бы, и это зависит только от нас. День рождения – это не только главный праздник в жизни каждого человека, но и отличный повод загадать желание. Что касается самого желания, то его необходимо составить заранее. Оно должно быть четким, лаконичным и позитивным. Не стоит говорить о нем даже своим близким друзьям, которые наверняка будут спрашивать, что вы загадали, задувая свечи. Японский журавлик Цуру – еще один способ загадать желание. По легенде, если человек сделает ровно тысячу таких фигурок оригами, при этом будет думать о своей мечте, вселенная услышит его и исполнит задумки. Сегодня люди по всему миру делают классический бумажный журавлик, который к тому же является символом мира во всем мире. Новый год. Пять минут до полуночи. Готовим бумажку, шампанское и зажигалку. Из года в год россияне загадывают желание под бой курантов и ждут его исполнения. Есть еще великое множество способов загадать желание. Карта желаний, визуализация задуманного. Главное – мечтать, а остальное будет. Валерия Гресева, Айвенго Техов, Суслан Кумаев, телекомпания «Осетия». Ты знаешь, информация, конечно, очень интересная, но мне кажется, что все эти способы абсолютно бесполезны, если нет правильного эмоционального настроя. И наш гость, психолог Елена Хатагова, поможет нам научиться продуктивно мечтать. Елена, здравствуйте, просим вас, присаживайтесь. Елена, расскажите нам, пожалуйста, вот такую вещь. Мы задуваем свечи, встаем между тезками, загадываем желание. Карты составляем. Вот, да, опять же, карта желаний у Ольги есть. Как вы считаете, это суеверие или какой-то посыл в космос? Ну, во-первых, и посыл в космос, и немножко и суеверие, и восприятие нашей жизни. Да, это работает. В зависимости от того, как мы воспринимаем, как мы принимаем и как мы отдаем. Самое интересное, что уникальная штучка у нас есть, называется наш мозг. Такая вот штучка. У кого есть, у кого нет, знаете. Нет, нет, мозг именно тот орган, который наполняется одной и той же кровью. То есть состав крови не меняется. Но наши мысли. Удивительная вещь. Наш мозг никогда не устает от умственной работы. Мы сами устаем, мы говорим, все, я устала. Оказывается, мы устаем от пережитых эмоций, но никак не от умственной работы. Что эта штучка делает? Да, давайте ближе к делу, где наши чудеса. Она чудеса творит. Мы отправляем мысль. Мы что-то хотим. У нас есть какое-то желание. И мы говорим, я хочу новую шубу. И вселенная нам отвечает, хочешь? Ходи. Так, а как надо делать правильно? Что нужно говорить вселенной? Чтобы она давала добро. Чтобы шуба появилась. У меня будет. А, у меня будет. Или визуализировать. То есть заявлять об этом так, как будто она уже есть у тебя. Да, 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 однозначно. Это очень отлично работает. Проверено. Проверено. Плюс еще, все наши мысли, все наши мысли, они материальны. То есть они энергетически богаты. То есть они никуда не деваются. Бывает так, что мы думаем положительно, положительно, положительно. И в нашей жизни, в принципе, что-то меняется и в лучшую сторону. У нас какие-то изменения в личной жизни, у нас новые друзья, у нас новая работа, у нас поездки, у нас путешествия. Происходят изменения. Как только мы начинаем думать негативно, идет обратный процесс. Мне кажется, если у тебя все это начинает появляться, ты уже мыслишь позитивно и радостно. И по идее это должен быть нескончаемый какой-то поток радости. А как вступить на этот путь вообще позитивного мышления? Как найти поток? Да. Зачищать свой мозг от негативных мыслей. Чистить. На самом деле, не думать негативно. Вообще негативная мысль очень разрушительна. Еще знаете, что отлично работает? Мы думаем, хотим открыть бизнес. Какой-то бизнес есть задумка. Но опять наши страхи нам не дают. И мы начинаем бояться, думать, ну у меня не получится. И как только мы говорим себе слово не получится, мозг схлопывает информацию и говорит, нет путей для решения. Как только мы задумываем мысль о том, что хотим что-то реализовать, мозг начинает искать пути решения. Пути достижения того, к чему мы стремимся. Он открывает все каналы. Ну естественно, ни за одну секунду, ни за две секунды, ни за день, ни за два. То есть получается тогда неосторожность это залог успеха? Правильная мысль залог успеха. То есть мы думаем, мозгу даем возможность себя реализовать. А как быть с таким моментом? Бывает, что мы зацикливаемся на каком-то желании, и оно у нас, говорят, что именно из-за этого не осуществляется. Как навязчивая идея. Да, навязчивая идея. Хочу замуж, хочу... Опять слово «хочу». Вот смотрите, оно не работает. Хочешь – хоти. Вселенная всегда отвечает. Хотите замуж? Есть это желание. Выйти замуж, допустим, да? Визуализируйте своего супруга, планируйте свою жизнь. Блин, так тоже можно было. Но найти с работы домой с тем ощущением, что тебя уже там кто-то ждет. Конечно. Мысль, еще раз я повторюсь, материальная. Чем больше позитивных мыслей, тем больше потока возвращения. Они же никуда не деваются, эти мысли. Чем больше негативных мыслей, тем больше тучка, которая скапливается над человеком. Почему? Есть такая пословица, откуда она вообще пошла? Пришла беда, отворяй ворота. И одна, поток вот идет, один негатив, второй негатив, то произошло, то плохое, плохое, плохое. Это все наши мысли. То есть мы уже запустили процесс. Процесс. То есть негативные мысли к нам просто взяли, наши же мысли к нам и вернулись. Как отсечь весь багаж накопленных негативных мыслей, разочарований и страхов, и все-таки вот начать мыслить правильно и хорошо. Мысли, техники. Есть техники. Ну, во-первых, техники, визуализация, не только с психологом. В зависимости от темперамента человека, его настроя и желания воспринимать мир таким, какой он есть. То есть мой мир. Я его вижу всегда солнечным, даже если идет дождь. Всегда человек, который даже идет хмурым. Да, я его воспринимаю с положительной улыбкой, с той энергетикой, которая нужна мне. Я воспринимаю. Я забираю то, что нужно мне. Если идет негатив, просто ставим блок. Мы его не забираем. На вас, вам нагрубили где-то в магазине. Вы пришли домой. Отсекаем. Да, ребенка поругали. Ребенок взял кошку, ущипнул там или укусил, что угодно. Вот чтобы этой цепочки не было, да, вы просто останавливайте, оставляйте это там. Это же его эмоции, это его энергия. Оставьте ее там, не забирайте ее. Берите только то, что вам полезно. И то, что положительно влияет на ваше психологическое состояние. Это очень-очень важно. Елена, спасибо вам большое. Как всегда, сделали наше утро позитивным и очень много интересного рассказали. И полезного. Да. Запомнили, записали. Спасибо. А сейчас я предлагаю посмотреть опрос о том, о чем мечтают жители нашего города. Я мечтаю, чтобы все мои близкие и родные были здоровы, чтобы у нас в стране никогда не было войны. И, ну, только это, да. Самое главное – собаку себе купить. Я мечтаю, чтобы в Осетии просветала экономика, чтобы Осетии говорили на своем родном языке. О чем я мечтаю? Чтобы мои дети и внуки были счастливыми, жили в счастливой стране, чтобы учились, чтобы добивались в этой жизни того, чего они хотят. Чтобы были счастливы. О том, чтобы все мои близкие были счастливы и я добилась своих целей. Ну, наверное, две самые мои главные мечты. О работе. Ну, вот, первая мечта у меня сейчас – закончить девятый класс и уйти на Росгвардии. Ну, сначала, после армии, конечно. О восстановлении государства Аланья больше ни о чем. О, о чем я мечтаю, чтобы моих детей было по отдельной квартире. Вот о чем я мечтаю. Да, мечты, конечно, бывают разные, но не у каждого они исполняются. Потому что мечтать надо о конкретных вещах. Гораздо больше шансов на исполнение. Ну, я согласна. Например, Суслан Каргинов твердо знал, чего хотел и в итоге достиг своей цели. А помогла ему региональный руководитель отделения федерального благотворительного проекта «Мечтай со мной» Нина Бойцаева. Наши гости сидят уже у нас в студии. Здравствуйте. Здравствуйте. Приятно вас видеть. Спасибо, что пришли к нам. И нам сразу хочется задать вам массу вопросов. Вот я сразу хотела бы обратиться к Суслану, к нашему главному герою, мечту которого исполнила Нина. Почему именно автомобильный завод? Почему, например, не шоколадная фабрика? Потому что люблю технику и поэтому выбрал автомобильный завод. Угу. Казбек, вы что-то хотели добавить, по-моему? Да, он с детства любит возиться. Мы вот когда машинки покупали маленькие игрушечные, он всегда разбирал, смотрел, что там, как сделано. Ну, видимо, у него с детства это заложено. Вот потому он вообще расположен к технике. Вот мы выбрали автомобильный завод, чтобы посмотреть, внедриться в него с начала до самого конца. Мы просмотрели, как начинают собирать машину, и пока его на колеса не поставили, мы просмотрели все. Даже мне было очень интересно это посмотреть. Даже вас это увлекло, да? Ну, я-то знаю технику, я на ней работал, но все-таки мне тоже было очень интересно посмотреть от начала до самого конца. А есть какие-то наметки на перспективу, например, где бы ты хотел работать? Я хочу работать в автомобильной сфере. Хочет свою жизнь связать с техникой. Ну, не знаю, как оно получится в дальнейшем, но, в общем, она будет с техникой связана. Придула что-то новое, то ли будет руководителем этой всей сферы. Может быть и такое, да. А у меня вопрос к Нине, собственно говоря, к фее. Расскажите, что это за программа, как в нее попасть, как она работает, ну и почему вы взялись за исполнение мечт? Ну, я одна из многих фей, потому что проект, он федеральный, он всероссийский. Проект к нам пришел из Казани, то есть прекрасный человек Тимур Сафин, член общественной палаты Казани, создал этот проект, развивал его на местном своем уровне. И с 2018 года стали мы официальными партнерами «Россия – страна возможностей» и стали федеральными. У нас есть уже оригинальные представительства очень много по России. Что делает наш проект? Наш проект исполняет нематериальные желания детей от 3 до 17 лет и пожилых людей от 60 лет с диагнозами, угрожающими их жизни. Как попасть в проект? Ничего сложного абсолютно нет. То есть подается заявка через официальный сайт организации «Мечтайсо мной.рф». Дальше уже по регионам распределяется, что и произошло с Сусланом. То есть заявка попала ко мне, и я и моя команда уже ее реализовали. Я бы хотела сказать огромное спасибо Самарскому Дому молодежи, губернатору Самарской области за содействие. Только благодаря, наверное, больше они даже феи, потому что я обратилась к писателю-поэту Александру Гутину. И уже через него вот это все завертелось, закружилось и, к счастью, случилось. Нина, а можно немножечко переключиться вот на этот волшебный, не побоюсь этого слова, куб? Что это такое? Это небольшой вот такой вот презент нашим мечтателям от проекта. То есть он к нам приехал из Казани, в руки к Сосу непосредственно. Ну вот мы решили так немножко порадовать. Ну очень красиво, аж правда смотришь, настроение поднимается. Ну мы убеждены, вообще вся суть и цель проекта в том, что положительные эмоции, они уникальны, они могут дать очень много. И дети, которые, к сожалению, дети пожилые, которые, к сожалению, замкнуты в пространстве, врачи, то есть боль, вот болезнь, борьба, им это очень нужно. И я более чем уверена, и вообще создатели проекта уверены, что вот эти положительные эмоции, они влияют на динамику. Они дают силы жить, они дают силы бороться, они помогают, поддерживают родителей, которые, слава богу, видят улыбки своих детей. У нас Суслан, вы обратили внимание, он такой серьезный парень. И изначально, когда мы в Беслане провожали в аэропорту, я так как-то потерянно думаю, может быть ему, ну и не очень это так, да? А вот мне правда интересно, Нина, вот сейчас об этом сказали, как это выглядело со стороны. Суслан, ты был счастлив, когда ты попал на автомобильный завод? Да. А как ты выражал свои эмоции? Ты хоть улыбнулся? Да. О, вот как сейчас, теперь я уже могу представить, как это выглядело. Суслан, исполнение желаний – это результат труда или это чудо? На что рассчитывать? Это результат труда. Все-таки труда, да? То есть с тобой случилось маленькое чудо, но дальше нужно работать самому. Да. Но просто так ничего бы не произошло, если бы ты не приложил какие-то усилия, да, для того, чтобы мечта сбылась. Спасибо вам большое, спасибо большое за то, что вы пришли к нам в гости. Вам мы желаем реализации ваших грандиозных проектов и планов. Спасибо. Суслан, тебе, конечно, воплощение всех твоих желаний и только успехов. Ну, а у нас небольшая реклама, не переключайтесь. Оль, ты знаешь, что для многих способом исполнения желаний является волонтерство? Интересно. То есть они помогают сделать общественно важное дело и заодно исполняют свои мечты? Да, да. Вот, например, для многих волонтерство дает возможность, например, побывать в разных странах или найти свое призвание, или, к примеру, принять участие в таких грандиозных мероприятиях, как чемпионат мира по футболу. Да ты что. А давай узнаем из первых уст, сбываются ли мечты у волонтеров. И у нас в студии юный доброволец Маргарита Плиева. Пошли к Маргарите. Маргарита, здравствуй. Здравствуйте. Приятно тебя видеть у нас в гостях. Спасибо. Ну, расскажи нам сразу, о чем мечтаешь? Я? Да. Я мечтаю, чтобы все в этом мире были счастливы и как можно меньше проблем было у всех людей. Достойная мечта. Маргарита, ну расскажи, пожалуйста, как ты стала волонтером и с какой целью ты этим занимаешься? Я с детства видела, как страдают бездомные животные. Мне становилось их жалко. Вот у домашних животных есть хозяева, которых их покормят, полы ласкают, дадут тепло и крышу над головой, в конце концов. А бездомным нечего есть, им негде спать. И так я начала помогать бездомным животным. И это достаточно интересно. И ты чувствуешь себя увереннее, когда видишь, как спасает жизнь. Конечно. И чувствуешь, наверное, какое-то удовлетворение от того, что делаешь. Конечно. И становишься счастливым. Да? Конечно. Это же так приятно видеть, как животное благодарно машет тебе хвостом и ему рыкает твоих ног. Здорово. А чем ты еще занимаешься, помимо спасения животных? Я интересовалась, как стать волонтером Победы. Ну, не сложилось, потому что я по возрасту не подошла. Там с 13 лет, а мне 12. 12. Ну, осталось совсем немножко, и скоро ты сможешь. А скажи, как твои сверстники относятся к твоему желанию творить добро? Они поддерживают тебя? У них есть какой-то похожий интерес? Если честно, меня вообще, мои сверстники ни в чем особо не поддерживают. Ты знаешь, я думаю, что всему свое время. И рано или поздно ты найдешь тех людей, которые будут тебя поддерживать, понимать и сопереживать и делать то же самое, что и ты. Конечно. Маргарита, а ты можешь вдохновить своих сверстников на свершение добрых дел? Попробуем. Котенок голодный и мокрый дрожит. Собака машиной сбита лежит. Старик очень слабый, дожил до седин. По воле судьбы он остался один. Девочка с мишкой в руках у окна в детдоме. Без мамы и папы одна. Мужчина красивый и сильный сидит. Вот только без ног. Просто он инвалид. Мальчишка с машинкой в больничном окне. Мы можем помочь им реально вполне. Пусть добрых идей не погаснет костер. На растраже добра всегда волонтер. Спасибо. Но теперь и я хочу записаться в волонтерскую. Как это чудесно. Теперь все дети знают, кто такие волонтеры. А вот знают ли наши сверстники, кто такие волонтеры, узнаем из опроса. Я и сам волонтер. Помогать людям мое тоже, можно сказать, и других я тоже призываю также участвовать. Хорошо. Во-первых, для молодежи это своя практика сочувствия людям. Сейчас люди намного жестче стали, чем в нашей молодости. Поэтому мне кажется, что когда дети наши занимаются волонтерством, это воспитывает в них сострадание, доброту. Волонтеры – это люди, которые помогают тем, кто слабее них. И я считаю, что это хорошо, да, потому что мы сейчас живем в такое время, где нужно помогать друг другу. Не каждый может позволить себе то, что могут позволить другие. Поэтому, конечно, это хорошо. Ну, сказать, что это плохо – это хорошо. Но они помогают людям, объясняют. Это хорошо. Я думаю, это нормально. Помогать тем, у кого нет возможностей. Ну, если они что-то делают, то побыстрее дело двигается, когда они работают, помогают. Ага. Ну, а к нам присоединился активист ресурсного центра поддержки добровольчества, руководитель проекта «Медиадвижок» Сармат Гусалов. Сармат, доброе утро. Проходите, присаживайтесь. Спасибо, что пришли. Спасибо, что пригласили. Сармат, сходу. Вы счастливый человек? Мечты сбываются? Мечты не все, но сбываются. Ага. Так. Ну, делитесь, как исполнять свои мечты. Как исполнять свои мечты касаемо проектной деятельности. Давайте я тогда расскажу, что такое конкурс «Доброволец России». Он проходит каждый год. Он всероссийский. И он собирает все инициативы добровольцев и отбирает среди них самые лучшие и доводит их до финального завершения. Оказывает им всякую поддержку. Сармат, с каким проектом вы выступили на этом конкурсе? Я выступил с проектом «Медиадвижок». В 2017 году, как мы знаем, у нас открылся ресурсный центр поддержки добровольчества. И тогда у нас появилась проблема в том, что есть много различных волонтерских организаций и волонтеров, о которых никто не знает. И они многое делают, но нигде это не освещается. У нас возникла идея сделать школу для волонтеров, чтобы обучить их медийному делу, чтобы они сами на базовом уровне могли вести свои страницы, фотографировать, снимать, писать посты, продвигать себя и тем самым завлекать новых волонтеров, единомышленников к себе в организации. Но откуда желание вообще безвозмездно творить добро? Ну, это, наверное, у каждого человека есть такое, что есть потребность сделать что-то хорошее, чтобы получать, не знаю, энергию к карме. То есть, получается, занимаясь волонтерством, вы реализуетесь как личность? Можно так сказать? Конечно, можно сказать. Можно сказать, что, занимаясь волонтерством, я получил много знаний. И, грубо говоря, когда я пришел в эту деятельность, я много чего не знал. Я не знал, как, допустим, элементарно вести страницы, что такое проектная деятельность. У меня не было вообще никакого понимания. Сейчас у меня есть четкое понимание, как это все делается, как это можно раскачать. И эту проектную деятельность можно в дальнейшем применить и на другие. Можно даже применить ее к самому себе, грубо говоря, как выстраивать цель. Ну, вот беседуя с вами, раз уж мы сегодня говорим про исполнение желаний, я понимаю, что у вас нет абстрактных мечт. Вы структурируете свои желания и четко идете по намеченному плану. Да, конечно. И что у вас в ближайших планах? Поделитесь. В ближайших планах? Сейчас, на данный момент, проходит народное голосование. Вот я расскажу еще коротко о конкурсе «Доброволец России». Он достаточно непростой. В нем в этом году поучаствовало более 29 тысяч проектов. Наслышанно. В финал прошло всего лишь 190 проектов. Из нашего региона и один прошел. Северного Кавказа? Подожди. А, ну из Осетии, да? Из Северного Кавказа 8 человек. И вы вошли в эту восьмерку, да? Да, да. И на данный момент проходит народное голосование. Это один из этапов. После этого еще будет отбор жюри. Жюри будет отбирать лучших проектов. И да, я бы хотел всех призвать проголосовать на сайте «Доброволец России» за мой проект. Голосуем за Сармата. Спасибо. Сармат в каких еще проектах принимал участие? Сейчас по именам не перечислю. Я принимал участие во многих форумных компаниях, как региональных, так и всероссийских, и даже международных. Последнее мероприятие, на котором я побывал, из таких крупных, это был форум «Евразия», который проходил в Оренбурге. Это форум, который объединяет всю молодежь со всей страны, грубо говоря, там с каждой страны был представитель. То есть у вас идет такой колоссальный обмен опытом, общением. Да, после этого у меня появилось очень много друзей со всего мира, и я не мог даже представить, как это может произойти в обычной жизни у меня. А скажи, был опыт выезда куда-то, может быть, за границу на мероприятие или еще пока? Еще пока нет, но надеюсь, что в дальнейшем будущем будет. Сейчас активно развивается программа мобильности. С этого года появилась программа мобильности, которая позволяет как раз-таки выезжать на крупные события, мероприятия, как по России, так и за границей. Можно на сайте «Доброволец» посмотреть, какие мероприятия там есть, зарегистрироваться, и тебе оплачивают дорогу и проживание. То есть это не миф. На самом деле волонтерство – это расширение круга друзей, это возможность путешествовать по стране и миру. Это возможность получить новые компетенции в разных отраслях деятельности. То есть это рост и самореализация во всех отношениях и направлениях, да? Да. И можем смело утверждать, что мечты волонтера постепенно исполняются. То есть исполняя желания других людей, и твои мечты тоже сбываются. Правильно? Да. Возьмем на вооружение. Здорово. Спасибо вам большое за то, что скрасили наше утро, рассказали очень интересную информацию. Мы вам желаем дальнейших профессиональных успехов, карьерного роста, совершения всех ваших планов. И будем ждать вас еще в нашей студии. Спасибо, спасибо. Буду рад. Всего доброго. Всего доброго. Конечно, это прекрасно, когда мечты сбываются. А что делать тем, кому не везет? Ну, что делать? Например, Джим Керри считает, что когда дела совсем плохи, нужно смеяться. Ну, это мы себе можем позволить. Тем более, что сегодня международный день. АВН. Да ты что? Да, и у нас в гостях. Как это неожиданно. Ну, что КВНщиков? И это тоже неожиданно. И не просто КВНщиков, а это титаны осетинского КВН. Эльберт Агаев, золото, золотой голос, можно сказать, команды, владикавказские спасатели Залина Баскаева и бриллиантовые связки Виктория Бабаева. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно видеть вас вот в таком составе. Расскажите, вы собираетесь отмечать праздник сегодня или нет? Конечно. А как это? Сегодня же собираемся. Уже начали, собственно. Ну, я думаю, соберемся там что-то, посидим, попишем, подумаем, посмеемся. Нет, ну вообще это дата для вас или нет? День, международный день КВН? Ну, я думаю, что у каждой профессии есть своя дата. Они все это отмечают. День ВДВ они дружно собираются все отмечать. Даже те, кто уже отслужил, они все отмечают. Мы тоже самое. Ну, в фонтане не купаемся, конечно, но... Удивительно. Какие традиции у вас есть? Ой, какие у вас традиции есть? Традиции каждый раз меняются, да, в зависимости от того, в какой атмосфере, в какой стратегии это происходит. В состоянии пребываете, да? На каждую игру нужно придумывать новые шутки. Вот у нас тоже постоянно придумываем новые традиции какие-то. То есть у вас сегодня вечером состоится такой вечер выпускников, да? А ностальгировать будете, вспоминать о том, как все было? Ну, мы играющая команда, как выяснилось. Все-таки. На данном этапе, да, мы сейчас вместе все. Мы играем в команде дискотека 80-х, которую собрали, я не знаю, с каких... Побуждений? С каких краев нашей республики, да, где всех выискали. Такая неожиданная получилась у нас команда. Но с удовольствием мы все участвуем, играем. Вполне серьезно, наравне с ребятами, которые гораздо младше нас. Вполне не серьезно, я бы даже сказал. КВН уже. КВН не отпускает. Нет, конечно. Единожды попавшим в КВН уже все. Да, уже если один раз попал, уже все. Там просто настолько... Погрязый остался, да? Да, настолько повернут мозг, что уже... Обратной дороги нет уже. Это лучшее заболевание, которое может случиться с человеком. То есть получается, что КВНщики, они в жизни вот такие позитивные, веселые, смешные. Это так или нет? Или в жизни? Ну, реакции в эту профессию, скажем так, приходят люди, которые не умеют шутить, или не обладают чувством юмора, или с какими-то актерскими задатками. Случайных, мне кажется, нет. Не бывает. Это позитивные, очень веселые люди, которые в жизни так, как на сцене. Они во всем ведут юмор просто. То есть, я так понимаю, что первостепенная задача не веселить людей вокруг, а прежде всего пребывать в этом состоянии самому, да? Ну, нет задачи. Естественно, нет, задачи нет. Ну, естественно, когда ты пребываешь в хорошем настроении, когда тебе говорят, я тебя когда вижу, я тебя все время улыбаюсь. Не знаю, мне, например, приятно бывает это. Ради бога, улыбайся. В любом случае, когда вы где-то удачно поширтили, завеселили всех, кто рядом. Хочешь ты, не хочешь, это всегда очень приятно. Как вы относитесь к молодому поколению КВНщиков? Как считаете, они достаточно прокачанные? Юмор меняется, он растет, согласись. Сейчас многое, то, что раньше могли назвать андеграундом, сегодня это нормы. Уже и классика в КВН. Но для вас они смешные? Да, абсолютно. Они интереснее, они раскованнее. У них больше возможностей, больше потенциала. И с ними интересно. Мы от них тоже заряжаемся какой-то энергетикой, интересно. Все, при этом юмор тоже стал. Все, потом паспорта заберете у них свои. Хорошо. Хорошо про них сказали вас. Хорошо, потому что много чего происходит в жизни у нас сейчас. Но вот вы бы сейчас могли им фор дать или нет? Так мы и так даем. Мы только что про это и говорили, что мы сейчас проходят игры нашей межрегиональной лиги КВН-Аланя, где мы одни из участников команды КВН-дискотека 80-х. То есть туда собрали практически, если не считай, только Фета Габагаева. Фета, да. Он самый молодой. Одного молодого надо было взять, потому что там реквизит принес, там вадим принес, рубашки погладил. Как матч вам взяли, да. Вы знаете, вот что такое современный эстинский КВН, предлагаю вам сейчас не разглагольствовать на эту тему, а посмотреть об этом сюжет. А давайте. А давайте. Быть веселым и придумывать шутки работа не пыльная, может подумать обыватель. Но за успехом всех звезд КВН стоит неимоверный трудоупорство. Именно такими качествами, по мнению всех мастодонтов клуба веселых и находчивых, должен обладать настоящий юморист. Владикавказские спасатели и пирамида – вестинские команды, которые стали проводником юмора в республику. Повторить их успех мечтает каждый начинающий КВНчик. Сегодня же хедлайнерами этого движения в Осетии стала команда «Город-313». «Город-313» сделал то, что он должен был сделать. Он получил два эфира на первом канале. Я никогда не оцениваю решение жюри КВН. Я считаю, что эта команда достойна была играть и в полуфинале, и в финале в премьерке. Но без комментариев я не могу ничего вам сказать. Ну, ребята продолжили. То есть они не остановились в середине сезона, они продолжили играть еще сразу в трех лигах. То есть это Лига Алания дома, Лига Кавказ в Ставрополе и Центральная Лига Краснодар. В этом году 27 выездов было. 27 выездов в различные лиги, включая, например, Лигу на первом канале и 9 мероприятий в республике. То есть больше 30. Ну, чтобы вам было понятно, в 15-м, в 14-м, в 15-м годах таких выездов было, ну, 3, ну, 4. Буквально в этом году появились еще две новые команды – Юрик и Мексика. По словам директора клуба КВН Сослана Плиева, несмотря на юный возраст, ребята подают большие надежды. И в скором будущем мы будем наблюдать за их успехами в высшей лиге. Начал я играть с четвертого класса. В лиге, в которой мы играли, начали собирать сборную города, которая будет выезжать на Россию, на Юрлигу, и там будет представлять республику. Из каждой школы собрали участников, персонажей. Когда мы закончили там играть, мы начали играть в Северо-Остинской лиге, Лиге Алания. Потом мы заново собрались. Вот те же ребята, как мы начинали с детского возраста, заново собрались и стали играть тут пока. Мы выступили в кубках, выиграли кубки, три из трех. Потом поехали на Сочинский фестиваль, выступили там и нас взяли в Краснодарскую лигу. Не так давно в КВН заиграли и дети. Молодая команда «Мексика» готовится к выступлению на канале СТС. Покорять детскую лигу команда будет не впервые, но в этот раз ребята планируют вернуться на родину только с победой. В дальнейшие планы у нас ближайшая игра в городе Грозном. Кубок Кавказа состоится, мы собираемся его выиграть. Дальше еще серьезнее, это, конечно, новый сезон телепроекта детских КВН на СТС, где мы также собираемся, надеемся, что выиграем. В работе с детьми они очень рассеянные, их внимание трудно к себе привлечь, потому что буквально секунда может пройти, они сразу отвлекаются взять что-то в руки и, конечно, вот это сложно. А так они любят играть в КВН. Прежде чем вынести шутку на суд зрителей, материал подвергается строгой редактуре. Поэтому ребятам приходится работать в полную силу, чтобы получить одобрение старших наставников. По словам редактора Нукзара Кузаева, только истинные фанаты своего дела добиваются высот. Эта работа состоит из сложностей, тем она и хороша. Что ты сам делаешь и видишь этот результат, там о сложностях сразу забываешь. Это на пару уровней выше и сложности, и лени. Если лень и сложно, значит, ты не на то обращаешь внимание. Если кто-то желает заняться и столкнулся со сложностью и уходит, то правильно делает, потому что дальше сложностей будет еще больше. Сегодня КВН – это хороший платстарм для молодых и талантливых. В клубе веселых и находчивых можно раскрыть потенциал и научиться смотреть на обыденные вещи через призму юмора. Роксана Бегаева, Батребек Мукиев, телеканал «Осетия». За время сюжета к нам присоединилась молодая команда КВН «СОГУ», город 313, которая готова бросить вызов мастодонтам остинского юмора. Здравствуйте, доброе утро. Привет. Тут зевать можно, это же утреннее шоу. Конечно, конечно. Мы чуть спали. Ребят, смотрю, вы не выспались. Выспались, как нет. Нам 3 часа хватает спать. То есть вы живете в таком активном режиме, у вас такой плотный график, рабочий, что очень хорошо. Ну, молодые еще. Мы же сюда тоже на рекламу успели, во время рекламы. Раньше бы мы не успели. Скажите, ощущаете трепет, сидя рядом с легендами Остинского КВН? Ну да. Или вы ощущаете желание показать им свою мощь? Да. Нет, тут просто трепет они ощущали лет 5 назад, наверное, когда они только начинали играть, тогда в глазах читался трепет. А сейчас уже они подросли. Несмотря на возраст, сейчас мы уже относимся не как к соперникам, а как к друзьям. Коллегам. Да, это в одном цеху. Но вы поддерживаете прям такие хорошие дружеские отношения, правда? Да, вот за город едем завтра. Вы устраиваетесь? Да, конечно. А как выстраивается ваше общение? Вот Зарина, дочь, в честь меня назвала. Да, конечно. Да, Василина. Как бы вам показать? Андрей же. Который я бы была. Мы с Васей, например, вот приглашены в постановочку в одну играть вместе, поэтому все подсекаем. Постановочку. Очень хорошо. То есть у вас такое дружеское сотрудничество, да? Каламбур. Хорошо. А скажите, какие у вас, может, дальнейшие планы? Нет, давайте лучше с ближайших начнем. Что планируете? Планировали выиграть. За город поехать. За город, да, поехать выиграть, говорю. Сегодня день такой для нас. Какой? Важный? День рождения КВН, да. Да, дождя на КВН. Будем отмечать. Почему так грустно? Сегодня день рождения КВН, и мы с Эльвертом Агаевым едем за город. Вдвоем? Чтобы мы знали. Вдвоем, да. Вы видите, в команде, видимо, мы. А что мы потянутся? Мы просто, мы шашлыками, мы за шашлыки отвечаем. За шашлыки, а мы за шашлыки. Хотите, приезжайте, но мы вам не скажем, куда мы едем. А так ждем вас, да, конечно. Ты знаешь, Оль, вот я не знаю, как ты, но я, например, я чувствую, нерв вот этот, есть он. Хоть они друг другу в глаза, конечно, улыбаются, но в конкуренции это есть. Давайте мы сейчас проверим. А давай, давай. Предлагаю отметить сегодняшний праздник небольшой разминкой между вашими двумя командами. То есть старички против молодежи. Буквально недавно тоже на одной сцене стояли, играли в разминку тоже. А, играли, да? Да, играли. Тогда вам не привыкать. Конечно. Мы подготовили вам вопросы. Ой. Ответы на них мы не подготовили, мы рассчитываем на вас. На импровизацию. Ну вот, наши игроки выстроились в стройный ряд, и мы начинаем нашу утреннюю разминку. Разминку. Ребята, какая разница между джигитом и суперменом? Время пошло. Суперменом. Не, можно сказать, где-то... Значит, джигит на приори, тогда никак. Джигит на приори, тогда никак. Готово. Дзинь, время вышло. Итак, какая разница между джигитом и суперменом? Не, ну если джигит на приори, то никакой. Какая разница между джигитом и суперменом? Джигит латекс не носит. Сурово. Хорошо. Что про латекс? Хорошо. Хорошо. Я сейчас не у него... Джигит, джигит уже поняли, он не знает про латекс, я джигит. Джигит не носит латекс. Ну, следующий вопрос тогда будет такой. О чем нужно помнить перед сном? Че, 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 че? Я смотрю, команда молодых очень быстро соображает. И они уже готовы ответить на вопрос. Пожалуйста, о чем нужно помнить, ложась спать? Что джигит латекс не носит. Ну, хорошо. Об этом нужно помнить супермену, наверное. О чем нужно помнить перед сном? Ну, в нашем случае об артериальном давлении. Я думаю, что не так плохо. Летний раз. Продолжите фразу. Пятница – это... Пятница – это... Пятница – это... Намекают на другие, вообще. Какие обстоятельства. Пятница – это... Пятница – это... Подружка Робинзона Крузо. Ой, подруга. Прям подробно было. Да, вы поняли. Зато правда. Автор – Заниэльный пол. Я готов. Вы готовы. Итак, Пятница – это... Это когда вот к ним внуки приезжают. Мы же все еще друзьям, правда? До вечера. Вот сейчас, Оля, я так думаю, будет камень в наш огород. Чем отличаются конорейки от куриц? А-а-а. Чем отличаются конорейки от куриц? Яйцами. Я не знаю все нюансы анатомического строения. Я знаю, я в сельхозе учился. И молодая команда «Город-313». Чем отличаются конорейки от куриц? Этот блестящий ответ, мне кажется, станет прекрасной точкой нашего эфира и началом веселой песенки, которую подарит нам Залина Баскаева. И мы в ожидании прям. Спасибо. Прилетела как-то в первый раз На победе во Владикавказ Вышла с самолета, а потом Познакомилась с одним типом Его зовут Алан Пошла с ним на свидание Он круче всех Алан В своей стране Алани Где горы выше неба Где пыль живет и небыль Женись скорей на мне, крутой Алан Я, Алан, твою развею грусть Пироги готовить научусь Хочешь, меня в бурку заверни И хоть раз пятнадцать урони Женись на мне, Алан Ведь лучше всех на свете я Возьми меня, Алан В свою страну Осетию Где горы выше неба Пирог, где вместо хлеба Женись на мне скорей, Алан, братан На этом наш эфир подошел к концу С вами были Канарейки Пока-пока Субтитры подогнал «Симон»